Дамы и господа и студенты Давайте поприветствуем Александра Сергеевича Москрина Заведующего каменной теоретической физики Которые нам рассказывают что-нибудь интересное Добрый день всем Вот сейчас когда Сергей Алексеевич спрашивал Ну ты что-нибудь серьезно будешь рассказывать? Я говорю, да не после обеда, что серьезно можно рассказывать Поэтому я, конечно, настроен на все-таки такой Ну, не легкомысленный, не легкоместный Но все-таки не очень серьезный такой вот Серьезное выступление Я, конечно, во-первых, хотел вас здесь всех приветствовать И рад видеть такую большую аудиторию Мы с Евгением Алексеевичем обменялись Я говорю, что я на лекции редко Такое количество видел народа Дело в том, что я хотел бы свое выступление Из двух частей как бы построить Ну, во-первых, в этом году исполняется, видите, вот Восемьдесят лет нашей кафедры Кафедры физики, с которой все вы так или иначе, в общем-то, вот знакомы Вот, или уже, или еще будете знакомы Ну, и в жизни, студенческой в жизни каждую из вас Наша кафедра всегда, ну, какое-то такое вот Значение играет Ну, не самое последнее уж точно И поэтому я начну с нашей кафедры как раз Все-таки восемьдесят лет это очень большой такой Большой возраст Серьезный возраст Ну, и у нас за восемьдесят лет В нашей истории было очень много интересного Но я думаю, что не все вы знаете Вот мы сами-то, в общем говоря, не все еще знаем Потому что не так просто заглянуть где-то так вот назад Там на пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, тем более восемьдесят лет Да, вот, она была организована в 1934 году Сейчас это называется в кафедре физической физики Института естественных Новокуральского федерального университета Имени первого президента Российской Федерации Морисы Николаевича Ельцина Вот, ну, у нас обычно не хватает до конца вот так вот Воздуха, чтобы это все залпом произнести Поэтому мы чаще все-таки говорим о кафедре теоретической физики УРГУ Кафедра была организована в 1934 году После разделения кафедры экспериментальной теоретической физики Вот, ну, на две части, как бы, да Первым заведующим стал доцент Шарапов Николай Михайлович Специалист в области теории света Вот, видите, здесь его статьи «Интерференция в тонкой пластинке» По схеме ЕМИ до применения потенциалов электромагнитного поля световой волны Выводе квантовой формулы дисперсии света Я думаю, что, ну, это, по крайней мере, немножко говорит о том, чем он Ну, и вообще его товарищи на кафедре занимались в первые годы формирования кафедры В первые годы работали, ну, здесь тоже несколько фамилий Ну, к сожалению, мы о них довольно мало знаем Но в целом, скажем, большую роль в организации теоретических исследований В физическом исследовании у нас в университете, да и на Урале в целом Согнали люди, вот они здесь внизу перечислены Семен Петрович Шубин Ну, к сожалению, он до войны не должен Был репрессирован и погиб В лагерях дальше Дмитрия Дмитриевича Иваненко Вот я о нем чуть подробнее буду рассказывать Арсений Александрович Соколов Вот, это немножко, я бы так сказал, что Немножко пришельцы, вообще-то говоря, все Семен Петрович из Ленинградского физтеха Дмитрий Дмитриевич, Ленинградский физтех тоже Вот, Арсений Александрович Соколов, Томск Вот, Адриан Анатольевич Смирнов Георгий Викторович Скротский Ну, и вот более поздний уже наш заведующий Сергей Васильевич Ванцовский Заведующий кафедр в разные годы Вот, Шарапов, дальше, видите, вот Иваненко 39-й, 42-й год Соколов 42-й, 43-й, ну, небольшое время Ну, а дальше Сергей Васильевич Ванцовский Довольно долго, и, собственно, с ним у нас целая эпоха связана Я хотел бы задержаться как раз на вот одном из первых наших заведующих Дмитрия Дмитриевича Иваненко Я думаю, что вы о нем не очень много знаете Я думаю, что слышали, наверное, но знаете немного Вот здесь как раз, ну, видите, написано Автор протононейтронной модели ядра Мы сегодня знаем, что ядро состоит из протонов и нейтронов Но знаете, благодаря кому мы это знаем? Благодаря Иваненко То есть вот он, пусть первых заведующих нашей кафедры Дело в том, что вот здесь как раз я взял и скопировал статью Иваненко 32-го года О, немножко надо назад уйти А как назад? О, чуть-чуть еще назад А, нет, нет А, вот сюда, да А, нет, ну, давайте еще назад Фотографию тут надо посмотреть поподробнее Это вот фотография Да, фотография Дмитрия Дмитриевича Иваненко Когда он был заведующим нашей кафедры Вот Вы можете представить такого симпатичного молодого человека Он, кстати, родился в Полтаве на Украине Вот Это действительно вот здесь я написал Выдающийся российский физик Ну, действительно, выдающийся физик Основные работы относятся к ядерному физику Теории поля, синхотронного излучения Теории поля, теории гравитации, истории физики Ну и так далее, можно сказать Что он был еще таким вот энциклопедистом В 1939-м, в 1942-й завказали теорию физики нашего университета Ну а после и до конца жизни Профессор кафедры теоретической физики Московского университета Ну, надо сказать, что вот В отличие от своего друга В молодости Ландау Они были друзья Такая тройка Ландау и Гамов Ну, про Ландау вы слышали Про Гамова, наверное, тоже немножко слышали Хотя некоторые формулы С которыми вы вообще не знакомы Они не называются в наших учебниках Формула Гамов Потому что, когда В начале 30-х годов Наших молодых физиков Забрасывали в Европу Ну, так, чтобы они Значит, вот там пообщались С элитой Ну, в частности, физики Вот Ландау вернулся А вот Гамов не вернулся Вот И фактически Гамов сегодня Если вы прочитаете Про него там написано Что это выдающийся американский физик Вот Но это физик Российского происхождения Вот И вот такая была тройка Но вот она распалась Причем Между оставшимися в России Иваненко и Ландау Пробежала вот такая Вот Ну, как говорят Пробежала Кошка Кошка пробежала Вот И они стали Вместо друзей Они стали врагами Я думаю, что во многом благодаря этому Ну, благодаря в кавычках этому Иваненко В отличие от Ландау Не стал ни членкором Академии Ни Академии Ни Нобелевским лауреатом Вот Остался всего лишь профессор Кафедрой Терористической физики Московского университета Ну и вот здесь вот Чуть назад Вот так Здесь как раз Я перейду снова К этой статье О нейтронопротонной модели Дело в том, что в 1932 году Кстати, в это время И эта статья, видите, внизу написана Физико-технический институт Ленинград То есть она послана еще из Фистеха ленинградского В 1934 году Сэр Чадвик Открыл нейтрон Причем Его статья Появилась в Nature Это Из журнала Nature Копия, да Она появилась тоже в 1934 году Только не в майском номере А в февральском номере Вот разница, видите какая Я, кстати, подумал, что вот интересно Во-первых, вот эта статья была послана в апреле В журнал Nature В мае вышла Вот Статья По Который Фактически Вот это написано Вышла в феврале В Nature То есть раньше почта, видимо, так работала Аккуратно Что на самом-то деле Ну сегодня мы знаем, что на самом деле Вчера статья вышла Я сегодня могу ее прочитать Ну в электронном варианте По крайней мере Тогда же этого не было Вот Но тем не менее, видите Физики общались Причем, обратите внимание Это же на английском в основном В те годы Многие Даже журналы Ну их Зря сказал Многие Их не так много и было Они публиковались тоже На английском Или немецком языках Вот Вот в этой статье Как раз Вслед за Открытием Чадвиком Нейтрона Ну я бы лучше сказал так Нейтронного излучения Вот Потому что Чадвик видел Излучение Странное такое И он предположил Что это излучение Которое формируется Нейтральными частицами Он их называл Нейтронами А вот В этой работе Иваненко предположил Что нейтрон Это есть Составная часть ядра То есть ядро Состоит из нейтронов И протонов Вот это На мой взгляд Конечно Чрезвычайно важная статья И она знаменовала Конечно Очень важный Этап Вознания мира Микромира Нами Ну и вот здесь Публикации Иваненко Я просто взял Скопировал Часть публикации Вот Сейчас Я немножко здесь Да Вот 1939-1942 года Когда он был Как раз заведующим Нашей кафедрой Здесь обратите внимание Что все публикации Практически Без исключения Посвящены Фактически Так или иначе Теории ядерных сил Мизонной теории Ну или теории ядерных сил Теории мизонов И можно сказать Что Иваненко И Иваненко Вместе с Соколом Они как раз были Основателями Мизонной теории И во многом Теории поля Вообще Квантовой теории поля В частности И классической теории поля Ну немножко вот еще Про Соколова Сразу же Дело в том Что Иваненко к нам попал Не из Ленинграда Он к нам попал Из Томска Его сослали То есть его репрессировали И сослали Вообще говоря В Сибирь И он Несколько лет Ну вот в 1939-м У нас появился Фактически В 1932-39-е годы Он проработал В Томске В Томске Это тоже Кафедра теоретической физики И в Томске же У него появился ученик Соколов Потом Иваненко Разрешили Немножко передвинуться Ближе К столицам И вот Таким образом Он осел На несколько лет У нас В Свердловске Тогда Затем он перетащил К себе Соколова Ну а потом Ближе К концу Войны Они оба Уже осели В Москве Ну и надо сказать Еще и про Соколова Потому что Ну скажем Долгие годы У нас В Советском Союзе Основным учебником Квантовой механики Был как раз Учебник Соколова Квантовой механика Ну а затем Причем это была Серия учебников Соколова Соколов-Тернов Соколов-Тернов-Жуковский Соколов-Тернов-Лоскутов-Жуковский И так далее Это вот была серия Книжек по Квантовой механике И атомной физике Которая фактически Создавалась Соколовым и его учениками Вот это конечно Очень большая величина В теоретической физике Идем дальше Чуть-чуть Немножко назад Опять перескочил Ну вот В конце войны Заведующим нашей кафедры Стал Сергей Васильевич Иванцовский И фактически До 60-го года Он был заведующим Нашей кафедры И именно С ним мы связываем Основание Уральской школы Физиков-теоретиков Дело в том Что конечно Вот жалко Во многом Жалко что Исследования ядерных сил Которые Вел Иваненко В нашем университете Они на самом-то деле Как-то вот остались Не оставили следа Фактически у нас Физики да Но вот на кафедре Нет И на кафедре Фактически В основу Исследования Были положены Работы Ванцовского И Шубина Упомянутого мной Семена Петровича Шубина Шубин это Учитель Ванцовского И во многом Теоретическая физика Наша городская И уральская в целом Была конечно Сформирована Вот этой именно парой Шубин-Ванцовский И учениками Мы все во многом Себя считаем учениками Ванцовского Конечно Сергей Васильевич В будущем Это академик Герой социалистического Труда Лауреат Государственной премии Ну и Помимо всего прочего Очень хороший человек Это тоже Важное такое обстоятельство Мы слушали его лекции Вот здесь Евгений Васильевич Нам еще довелось Слушать лекции Сергея Васильевича Вот это Ну Я думаю Что Просто повезло Женам Что как-то Вот мы так общались С Сергеем Васильевичем Ну вот Основные направления исследований У нас На кафедре Ну Теоретики Всегда отличались чем? Все-таки Довольно большим Кругозором И поэтому Темы исследований У нас Очень Разносторонние Это Вот Я видимо Нажимаю все время Динфонти Назад Вот здесь Основные направления исследований Вот я снизу Начну Видите Биофизика Недельная механика Киентические явления Фазовые переходы Магнитоэлектрические эффекты Теория магнитного резонанса Оптика-магнитооптика Сверхпроводимость Спинтроника Квантовый магнетизм Теория фирмы жидкости Микроскопическая теория Компьютерного моделирования Сильно коррелированных систем И так далее То есть Этот список Можно вообще говоря Продолжить Сегодня кафедра Кафедра довольно активно работает В науке Мы публикуем У нас На сайте Наши молодые ребята Они сайт готовят Кстати Вы можете на него выйти Это КТФ Черточка USU Точка Ру Кафедра Теорийской физики Только так По-русски КТФ Черточка USU Точка Ру Сайт кафедры Он фактически Находится в процессе Так вот Завершения Сейчас Но вот там В самом начале По-моему Это вот Володя Синицын Написал Что кафедра Ежегодно Публикует Множество статей Хорошая такая формировка Множество статей Вот Это только Разве что Можно Володе просить Потому что он молодой Ну действительно Немножко конечно Но 10-15 Хороших работ Мы публикуем Ежегодно 10-15 Хороших работ Это очень Для нашего коллектива Небольшого 10 штатных Преподавателей Это довольно много Вот Причем работы Начиная Ну если сверху Взять Журнал Ну как сейчас говорят Высокорейтинговые Это первые Вот в этом году Скажем Два первые Вот Общинников Александра Сергеевича Это Физеров Би Вот Некоторые годы Мы до 3-4 работ Публикуем В этом журнале Вот Ну и советский журнал Российский журнал Журнал Эксперментальной теоретической физики Кейсмен Журнал Эксперментальной теоретической физики Ну и так далее И так далее Довольно хорошо Публикуемся Вот здесь Приведены просто Некоторые Коллеги Если Так можно сказать То есть Те группы Те институты Лаборатории С которыми Мы очень тесно сотрудничаем Как в России Так и за рубежом Ну вот здесь Это конечно Московский университет Это химический факультет Физический факультет Это конечно Вот тот самый Фистех Ленинградский Физико-технический институт Имени ЕОФ Ну и конечно В Екатеринбурге Все институты Практически все Без исключения Институт Уральского отделения Академии наук Ну то есть Это и суд физики металла Суд электрофизики Суд химии твердого тела Институт Видите Даже иммунологии Физиологии Так Вот Дальше Это наши зарубежные Коллеги Прежде всего Это Япония Почему я говорю Прежде всего Потому что У нас Из Японии Достаточно Молодой Японский теоретик Джон Кишины Он у нас практически Проводит на кафедре Ежегодно Ну там приезжая Два раза Вот в год Проводит так По крайней мере Больше месяца Наверное Работает у нас У него место Прямо на кафедре Есть так Ну и в этом смысле Мы сотрудничаем С японцами Очень тесно Более того Наш молодой преподаватель Игорь Проскурин Сейчас находится На стажировке Двугодичной Японской В Токио В Токийском университете В одной из ведущих Кстати Теоретических групп В этом университете Дальше мы сотрудничаем С Германией С Францией Голландией Ну это скорее В Германии У нас очень тесные связи Скажем так Скорее с Францией Голландией Они такие Менее тесные Так прямо скажем То есть Это совместная работа Обычно Ну и Я конечно Хотел похвастаться Нашими выпускниками Вот здесь Видите Список Очень длинный Но я сейчас Просто Не покажу Лица Это наш выпускник Вот академик Изюм Он и выпускник Наши Долгие годы Преподаватель Нашей кафедры Это академик Садовский Это академик Истинов Директор института физики Металлов Ну кстати Они с Садовскими Из одной группы Вообще Кстати себе Из одной группы Два академика Сразу теоретика вышли Это вообще здорово Ну вот Член корреспондента Академии Науктуров Хоть это и не академик Но я бы сказал так Что Вот для меня лично Евгений Акимович Выше Член академик Хотя он всего лишь Только член Корреспондент Академии Это один из Крупнейших Я считаю Физиков Вот Урок уральса Ну в целом Это конечно Один из крупнейших Физиков Российских И мировых Тоже Вот интересный Наш выпускник Костик Икоин Профессор Толливийского Университета Правда Я подозреваю Что он В Толливию Университете Появляется Крайне редко Потому что Я сколько раз Его встречал Это чаще всего Либо Франция Либо Германия Сейчас В Германии Сильно Вот Обратите внимание Членцы Музописатели Израиля Если вы Зайдете В интернете Вот так Наберете Затинки Поин То вам Скорее Там Выпадет Как раз Информация Про Костик Как писателя Поэда Точнее У него Стихи Великолепно На русском Пишет Такой Русскоязычный Израильский Писатель Это сын Обратка Сын Чеки Койна Долгие годы Профессора Нашего Университета Он преподавал Молекулярную Физику У него есть Учебник Молекулярная Физика Написан Из брата Исааком Это Марко Услендер Тоже Израиль Вот Кстати Мой Курсовик Бывший Вот Мой Тоже Курсовик И дипломник Саша Лихтенштейн Завкапедритер Физики В Гамбурге В Германии Это Миша Кацвисон Пройти Мимо Немного Нельзя Обратите Внимание Здесь Написан У него Послужный Список Он Сейчас Профессор Университета Радбуд В Голландии Они Знаете 88 Премия Ленинского Горсомола Ну За научную Работу Дальше Научная Награда Университета Радбуд В 2010 Год Дальше Самое Пожалуй Интересное Он Рыцарь Ордена Льва Голландии Видите Вот Найтол Дород Датч Лайн 2011 Год Совсем Недавно Ну Дальше Там Почетный Доктор Томота Выдающийся Рефери В Огромном Количе Журналов То есть Выдающийся Рефери Это Специальная Номинация Которую Выдают Журналы Тем Рефери То есть Тем Людям Которые Реферируют Работы Постепающие Журналы И Наконец Надо Сказать Что Миша Концессон Сегодня Это Самый Главный Графенов Теоретик Он На мой Сгляд Не Получил Нобелевскую Премию Вместе С Геймом Новоселов Просто Потому Что Он Теоретик Хотя Основные Работы Посвященные Графену Как раз У них Опубликованы Вместе Гейм Новоселов И Концессон Миша У него Сегодня Единственная Монография Огромная Монография 400 Страниц Которая Называется Ну Она На английском Конечно Карбон Двух Измерения Графена Карбон Двух Измерения Это Книжка Миша Концессона Как раз Ну Я Считаю Что Один Из Крутнейших Сегодня Вообще Говоря Теоретиков Не Только Европейских Мировых Теоретиков Миша Густ Это Университет Атланты Штаб Джорджия Вот Там У нас Девушки Тоже Теоретики Были И Я думаю Есть И будут Вот Наша Аня Пассаженникова Она Сейчас В Лондоне Работает Пожалуй До этого Она Очень Долгое Время Работала В Германии Сейчас Она Работает В Лондоне Аня Пассаженникова Красавица Комсомолка Немер В те Поколение Вот Из группы Евгения Алексеевича Университет Пуэрторико Это далеко не весь перечень наших упасеков Потому что они сегодня разбросаны по всему миру Вот У меня Что Вот я здесь не вижу Аркаша Довыдова Он должен Он приедет А он еще приедет Он будет читать лекцию Здесь У вас И Он сейчас работает В Галле В Германии Вот Должна была бы приехать еще и Наташа Федоровна Из Они из одной группы Вот Она В аспирантуре В Цюрихе В Швейцарии Вот Видите Вот разбегаются Я уже если продолжу Увидел здесь двух предателей От щекенцев Вот они Я их вижу здесь Вот Мы сейчас на кафедре за голову хватаемся Чем лучше мы будем работать Чем лучше будут учиться наши ребята на кафедре Так Тем нам же их уже и будет Так Мы будем рубить сок На которых мы сидим Потому что сегодня конечно для вас Открываются Ну уже открылись Точнее говорят Вот такие вот Ну высоким словом говорят Такие горизонты Пожалуйста Вы можете в магистратуру После четвертого курса Поступать куда угодно Там В России Москва Питер Вот Ну я не думаю что вам захочется В Челябинск поехать Хотя он рядом Почему-то вот В Санкт-Петербурге Москва Или Цюрих Там вообще Или Трезден Или Галли Вот Что-то туда все тянет Ну и надо сказать Что Ребята наши Вот которые уехали Ну видите Некоторые уехали Ну навсегда Скажем так Вот здесь я не привожу Скажем Люни Сандраатский У нас Аспирант нашей кафедры Он уже лет 20 Если не больше В Германии живет Ну там у него уже и внуки Уже германские Вот И дочка его Она правда Рожденная Катеринбург Вот Дочка да А как сказать Один из крупнейших Один из крупнейших Немецких писателей Как ни странно Представляете себе Вот Как это все У Саши Лихонштейна Тоже уже Семья Все-все-все Конечно В Германии Все обосновались Вот Правда Миша Конституционная Семья Пока здесь По-моему Дети Съезды А нет Ну Жена Умиша Конституционная Преподавала В девятой школе Я думаю Что вот Те кто В девятой школе Пучился Каким-то образом Должна Сдать Марина Марина Леонидовна По-моему Вот Что Сегодня Мы Имеем Да Видите Ну и Наконец Высокотемпературной Сверхопроводимости Передел Все-таки Да Ну Я чуть-чуть Немножко Все-таки Вернусь Назад Вот я Позавчера В субботу Читал лекцию Для школьников Ну в общем Про графен Кстати как раз Вот тоже про Мишу Там все это Рассказано Ну и в конце Мне вопросы Задавали Девочка Спросила Ну вот Хорошо А как У вас После окончания Куда В общем Работает Ты тут Ну я Начал Про это Рассказывать Что наши Туда Наши Сюда Вот Ну как-то Этим И закончил Потом Правда Подуш Она же Не про это Спрашивала Вот Куда Реально Сегодня После окончания Вот здесь В России Наши выпускники Идут Я подумал Что я наверное Правильно Сделал Что не стал Рассказывать Про это Что бы я и сказал Что идут Менеджерами Да Идут Компьютерщиками Идут Банки Вот Фирмы Вот В ту же Субботу После этой встречи С Очень здорово Там работают Да И очень здорово Работают У меня Леша Королев Значит Я думал Все Остань В аспирантуру Пойдет Талантливейший парень Совершенно Леша Королев Он бы сказал Я вот В аспирантуру Не пойду В банк Пойду По разным причинам Конечно Ребят Иду Пойду в банк Все Потеряли мы Леша Потеряли еще В каком смысле Его в банке Перевели Хотел сказать Московский филиал Наоборот Из нашего филиала Его забрала Москва Нужен парень Выдающийся Или Вчера Позавчера После этой же лекции Встречаю Сережу Попова Теоретика Тоже так Вот И Сережа Так Говорит Ну вот Мы Вашего Илюля Одинчера Как Говорит Он у нас Прямо там В Газпроме Вот А этот Сережа Руководит группой Теоретиков Которые Занимаются Расчетами Труб Ну Дефектами В этих трубах И так далее Ну Такая Газпромовская Фирма Какой-то Там Вот Илья 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 Подрабатывает Ну Подрабатывает В каком Смысле Ну То есть Соотношение Зарплаты Университетской И то Но Как-то Так Отличается Почин и порядок Ну Поэтому Как Здесь Противостоять Очень тяжело Конечно И конечно Ребята Многие Аспиранты Наши Они практически Все работают Так То есть Вот Это ребята Конечно Герои Потому что Тем не менее Пытаются Еще наукой Заниматься То есть Вот У нас У меня Вот сейчас Скажем Два Аспиранта Один В банке Типа 24 Ру Что Ли Там Подрабатывает Другой В общем Поехал На Неделю В пятницу Приезжает В понедельник Уезжает В Снежинск Вот Это Такая Атомная Атомная Центра Труды Сегодня Конечно Так Но С другой Стороны Сейчас Похоже Все-таки Ситуация Немножко Начинает Меняться И возможно Что Может быть Там Через Год Два Когда Вы Будете Заканчивать Возможно Что Мы Сможем Платить Нашим Вопустникам Уже Все-таки Приличные Деньги Может По крайней Мере Наше Министерство Как бы На это Все Нацеливает Ну Я имею Что Наши Хорошие Деньги Конечно Не Скажем Наташа Федорова Получает Стипендию Аспиранскую В Цюрихе В Фициаре 200 тысяч Рублей В месяц Ну Конечно Такие Деньги Мы Скажем 30 тысяч Я думаю Что это Уже Реально Будет Для Вопустника Который Будет Продолжать Заниматься Наукой Видите В науке Все-таки Есть Привлекательные Стороны То есть В науке Вот Вам Я Вас Просто Агитирую Вот Утром Вы Встали В 7 Часов А к 8 На Работу Представьте Себе И до 5 Там Торчет Вот Спасибо А Представьте Вы в науке Занимаетесь Утром 8 часов 9 часов 10 часов 11 часов Ну На улице Холодно Так Вот А пододелаем Тепло Вот И настроения Нет вообще Никакого Не Вы Смотрите Олимпиаду Вот Вечером Чашечка Кофе Да Ну Настроение Сели Посчитали Чего-нибудь Вот Ну Правда Иногда Я Конечно Шучу Иногда Конечно Бывает Так Что Вас Это Все Так Вот Завело Так И Вы Сидите Может Быть Ночью Сюда Следующий День С утра Утром Быстро Вскакиваете Потому Что Нужна Ту Идея Которая Вчера Пришла В голову Доработ И Так Дальше То Примерно Вот Так Как Мне Кажется Часто Не только Я Все Остальные Вот Примерно Так Работают То Войти Вообще Вести Себя В Это Состояние Когда Работа Идет Довольно Тяжело Поэтому Не всегда Что-то Получается Ну Конечно Вот Это Служение Служба От И До Это Тяжело Это Тяжело Хотя За Все Приходится Платить Поэтому Конечно Зарплаты Будут Меньше Чем Фирма Но С другой Стороны Имейте Ввиду Что На Том Западе Ребята Молодые Стараются Получить Не Только Магистра Но И Степень PHD Почему А Потому Что После Этого Уходя Фирму Они Ценятся Намного Выше И Деньги Получают Другие Поэтому На самом деле Многие Там Печни Получают Почему Там Фирмах Смотрят На Диплом На Ваш Отличие Вы Можете Представь Что В России Какой Ни Большой Начальник Фирме Частной Смотрел На Ваш Диплом Я Думаю Все Знаю Все Диплом Можно Купить Продать Можно 2 Диплома Купить И так Далее Поэтому Я думаю Никто Не смотрит Диплом Сегодня А там Смотрят Почему Потому что Там Диплом Не халявный Не купленный Такого Не бывает У нас Поэтому Там Диплом Ценится Даже Если Вы Не Закончили Университет А Поручились 2 Года Например Это Хорошо Потому что Кто-то Получился Год А Вы Два Все Это Плюс Вам Деньги Будут Больше Так И Так Да Вот Это Очень Важно И Когда Я С этим Сталкиваюсь На Западе Когда Движу Приятно Это Образование Ценится Тем Самым Это Пример Также Как Скажем Совсем В неразвитой Стране Например В Афганистане Вот Первая Картинка Которая Показывала Насколько Ценится Образование Вот В такой Отсталой Стране Как Афганистан Я Увел Сейчас Приведу Эту Картинку Это Улица В центре Кабула Такая Вот Базарная Улица Тротуар На Тротуаре Сидит Старик Чалме Ну Такой Полностью Другой Он сидит Прямо На Тротуаре У него На Коленях Досочка Такая Небольшая А к нему Очередь Стоит Человек Десять Ну Разных Стоят В очередь А он Что делает Он Пишет Всякие Письма Прошения Заявления И так Далее Потому Что Большая Часть Неграмотных Он Пишет Письмо Ну Скажем Там Пенсионный Фонд Ну Или еще Куда Заявление На соседа Написать Надо Милицию Ну Их По-другому Называть Он Берет За это Денежки Вот В чистом Виде Цена Образования И Интересно Что И В отсталом Афганистане И В передовой Европе В этом Смысле Образование Ценится Может Быть И у Нас Когда Нибудь Тоже Будет Ценится Образование Но Сейчас Перейдем Среди Ампературы Сверхопроводимости Вот Здесь Слайк Который Показывает Приложение Сверхопроводимости Ну Здесь Видите Как написано Презент Дальше Канги Адовы И Фьючер То есть То что Сейчас Дальше То что Сейчас Разрабатывается И наконец Будущее Связанное С Применением Сверхопроводимости Ну Я не буду Здесь Задерживаться На Отдельных Моментах Я думаю Что Вы Просто Много Из этого Конечно Знаете Тут Видите Вот Есть Ускорители Так Дальше В конце Видите Даже Такие Ветрики Ветровые Генераторы И так далее И так далее И так далее Дальше Следующее Приложение Сверхопроводящей Электроники Здесь Вот Отдельно Слайд Который Показывает Где Светопроводимость Уже На таком Микро Уровне Микро Электроники Использовать Или будет Использовать Видите Здесь И Включает Даже Астрономические Наблюдения Всякие Новые Стройства И так далее И так далее Ну Я Не об этом Еще собрался Вам Рассказывать Вот Давайте Вспомним Некоторые Вехи Сверхопроводимости Ближайшая К нам Веха Большая Это 86-й год Это Здесь Видите 2011 Просто У меня Вот Эта Презентация Была В 2011 Тогда Было 25 лет Открытие Высокой Температурной Сверхопроводимости Ну Сейчас Уже Соответственно 25 Не 5 А 8 Идем Дальше Более Старый Такой Возраст У Обычной Сверхопроводимости Просто Сверхопроводимости Это Явление Было Открыто В 1911 Году В лаборатории Камерлин Конеса Он Читается Открывателем Первооткрывателем Сверхопроводимости 100 лет В 2011 Году Было То есть Это Относительно Молодое Я бы Сказал Явление Физики Идем Дальше Вот Некоторые Вехи Того Что Я Назвал Металлическая Сверхопроводимость Ну Действительно Когда Мы Говорим Сверхопроводимость Мы Обычно Так Рассуждаем Вот Есть Металл Некоторые Металлы Лучше Проводят Некоторые Хуже Проводят Некоторые Лучшие Проводники Некоторые Худшие Проводники И так Да Среди Лучших Проводников Есть Сверхпроводники Которые Проводят Так Хорошо Что У них Проводимость Бесконечная То есть Сопротивление Нулевое Вот Примерная Логика Поэтому Искали Сверхпроводимость Конечно У металлов Особенно У металлов С Низким Сопротивлением Итак, 1911 год. Это открытие сверхпроводимости ртути. 4,15 термина. Для начала века это, конечно, супер низкие температуры. 1933 год. Ведь и все не так быстро развивалось. Ну, конечно, надо понять, что 1911 год это перед Первой мировой войной. И хотя многие исследования не прерывались в войну, и в Первую мировую, и во Вторую мировую, но тем не менее это сказывалось. Видите, большой перерыв в 1933 год. Следующий такой большой шаг в выявлении механизмов сверхпроводимости. Это открытие эффекта Мейстера. То есть это эффект аномального демагнетизма. Ну, эффект выталкивания как бы магнитного поля из сверхпроводника. Это эффект, который, ну, более-менее известен многим, начиная со школы. Почему? Потому что сегодня показывают такие простые эксперименты, типа, там, значит, вот, летающего над жидким азотом, значит, образца. Дальше идем. 1934 год. Это феноматологическая двужидкостная модель, согласно которой светопроводник представляет собой смесь как бы нормальной жидкости и сверхпроводящей жидкости. 1935 год. Это феноматологическое уравнение Лондона. Это фактически начало такого электродинамического описания сверхпроводников. Дальше это 1937 год. Это введение Ландау, Львом Ландау, понятие промежуточного состояния сверхпроводника. Ну, конечно, 50-й год. Вот очень важный 50-й год. Это начало большого скачка в теории сверхпроводимости, вообще физики сверхпроводимости. 50-й год. Феноматологическая теория сверхпроводимости Гинсбурга, Ландау, введение, поднятие параметра порядка. Между прочим, относительно недавно, лет 10 назад, по-моему, Гинсбург, Ландау уже нет, не было в живых. Ну, собственно, Нобелевскую премию уже получил за сверхтекучий гель, за теорию сверхтекучего геля. Гинсбург получил Нобелевскую премию как раз вот за создание, в первую очередь, создание такой феноматологической теории сверхпроводимости, которая как раз была математизирована, как бы, алгебраизирована в уравнениях Гинсбурга-Ландау. 50-й год тот же. Это идея Лондона о макроскопической квантовой природе сверхпроводящего состояния. То есть, в отличие, например, от обычного в квантовой механике понятия о том, что квантовые законы проявляются всего лишь на уровне микрочастиц. Там электрон, протон, нейтрон, ядром, атом и так далее. Начиная с 50-го года физики стали понимать, что явления сверхпроводимости странны. Это явление, в котором квантовые эффекты проявляются на макроскопическом уровне. Ну, грубо говоря, на уровне всего образца. То есть, на макроскопических размерах, существенно превышающих размер, скажем, ангстремы или там нанометры. Тот же 50-й год, это открытие изотоп-эффекта. Вот, между прочим, открытие изотоп-эффекта, это экспериментальное открытие, но оно привело к толчку в сознании многих теоретиков. Дело в том, что солнечный изотоп-эффект. Ну, вот я беру, скажем, изотопы в той же ртути, меняю изотопный состав ртути, да, и оказалось, что при этом температура сверхпроводящего перехода меняется. Вот, то есть она зависит от веса, как бы, от массы атома. Можно сказать, массы, да, массы атома. Идея пришла сразу же в голову о связи сверхпроводимости с колебаниями атомов кристаллической решетки. Почему? Потому что частота колебания, частота колебания, она определяется массой. Это омега, корень квадратный, ска, это коэффициент пругости, как бы, да, коэффициент жесткости, и делить на М, на массу. И вот эта идея, она фактически легла в основу электронфононного механизма сверхпроводимости, который в 1957 году был предложен. Но, тем не менее, вот еще остановлюсь тоже на 1950-м годе. Это электронфононное взаимодействие, как основная причина сверхпроводимости, это идея Фрюриха, Фрюриху принадлежала. Между прочим, он в Нобелевскую премию не получил за эту идею, хотя идея была во многом эволюционной, конечно. Но ясно, что если изотоп-эффект, то сверхпроводимость чисто электронное явление, видимо, связана с колебаниями атомов как-то вот этих тяжелых объектов, то есть с электронфононным взаимодействием. С электронфононным взаимодействием. Идем дальше. 1950-1905 год. Сверхпроводимость, одна из первых теорий сверхпроводимости. 1955 год, это идея Шафрота о том, что сверхпроводимость объясняется как явление базе-конденсации некоторых бозонов. В качестве бозонов могли выступать, скажем, электронные пары. Вот эта идея 1955 года, она была на долгие годы забыта. Почему? А потому что в 1957 году, ну вот опять же мне придется 1956 год упомянуть, это куперовское спаривание, идея Купера о спаривании электронов за счет вот того самого электронфононного взаимодействия, которое, представление которого ввел Фрюрик. Куперовское спаривание. Вот Куперовское спаривание, самая простая модель, как бы, Куперовского спаривания, самый простой механизм Куперовского спаривания, я впервые увидел собственными глазами и ушами, ну, скорее, ушами. По-моему, в 1992 году на конференции по сверхпроводимости в Харькове вот один из докладчиков великолепную, ну, в таком популярном докладе, великолепную модельку рассказал, такой сценарий спаривания. Берете шарик электрон, бросаете его на жесткий такой вот, значит, стол гладкий. Ну, там катается, там, и так далее. Этот стол, это решетка. Жесткая решетка, значит, у вас взаимодействия шарика с решеткой нет. Ну, он как хочет, там, катается и так далее. Берете второй шарик, ну, на стол тоже бросаете, ну, они вообще никак не взаимодействуют. Ну, если они заряжены, конечно, то и будут отталкиваться, но электрон-фаномного взаимодействия, взаимодействия вот с этой подложкой, как бы, да, с этой решеткой, в которой они движутся, нет. Но теперь возьмите другой объект вместо этого стола, простынь, вот, ну, надо вдвоем это показывать. Эксперимент такой, вы берете простынь, растягиваете за четыре того угла, и бросаете шарик туда, то же самое. Вот видите, сейчас на этой простыне, как на решетке, вы видите эффект взаимодействия электрона с решеткой. Почему? Потому что электрон, шарик, продал, продавливает простынь, так, ямку такую образует. Представьте, он может по простыне тоже двигаться, но он движется вместе с этой ямкой. Ну, физик обычно в этом случае говорит, теперь уже этот шарик, этот электрон, уже не электрон, а некая квазичастица. Физики назвали полирон. Что такое полирон вообще? Полирон, физика, опять же, леври. Полирон, ну, это некий такой электрон, одетый шубой фанонов. Ну, я вот вам прямо привожу, ну, в буквальном смысле, так, из стопей строчки, так. Полирон, это электрон, одетый шубой фанонов. Ну, то есть, это электрон, который связан, связан с вот этими искажениями решетки, благодаря электрону фанонному, или электрону, говорят, колебательному, электронно-решёточным взаимодействием. Ясно, что этот новый электрон, квазичастица полирон, может быть очень тяжелым уже, ему тяжелее двигаться. Но самое интересное, другой, теперь берите тот же второй шарик, второй электрон, бросайте на простынь. И что вы видите? Вы видите эффект с парой, потому что теперь первый шарик притянет второй, вот, и они в эту ямку уже теперь вдвоем упадут, и будут двигаться вдвоем теперь уже, так, вот вам объяснение эффекта куперовского спарриня. Это, конечно, такая, я бы сказал, шутка, но не вся, не вся шутка. Здесь есть доля правды, конечно. Ну, и тем более, картинка, вообще, для спарриня, как раз такая, в общем, ну, такая, ну, в каком смысле, такая подходящая. Итак, куперовский спарринь. Купер, это был аспирант Бардина. А Бардин, ну, Бардин, это великий физик, это, между прочим, дважды, единственный, дважды Нобелевский вариант по физике. Хотя, дважды Нобелевскую премию не дают, вот, вот Бардин исключение. Он получил Нобелевскую премию, ну, скажем, с авторствием, за изобретение диода и за теорию сверхпроводимости. Это 57-й год. Теория БКШ, Бардин, Купер, Шрифтер. Вот это тройка БКШ. Вот сейчас вот у нас хоккей, мы будем смотреть по телевидению, знаете, была такая тройка, ну, там их разных, много было тройку. Удивительный. Михайлов Петров, Харламов. Сами такая популярная была тройка. Ну, сейчас фильм про Харламова есть. Я помню, когда вот они играли, когда они играли с Канадой. Я в аспираторе учился, и вот там до Чапаева 20. Телевизор какой-то старый стоял, там на личной площадке, там такая толпа собиралась. Это же было ночью, все. Как в Канаде. Вечером у нас ночь, вот, и вот мы ночью смотрели все это, да. У нас тоже, у теоретиков, есть тоже тройка. БКШ, Барлин, Коппер, Шрифер. Вот эта тройка, которой мы обязаны как раз созданием теории сверхпроводимости. Ну, я бы сказал, первые варианты теории сверхпроводимости. Или теории, как говорят, низкотемпературной, сейчас, низкотемпературной сверхпроводимости. БКШ теория, БКШ механизм, ну, или по-английски, ведь, хуже читается, BCS. по-нашему лучу читает по-русски. Барлин, Коппер, Шрифер. Ну, вот, а, ну, я тоже закончил 57-м годом, в 57-м году, Абрикосов, это один из учеников Ландау, Абрикосов вел теорию промежуточного состояния, который шеф его, это понятие, ввел Ландау все время, и ввел понятие вихрей, которые мы сейчас называем Абрикосовские вихри. Ну, кстати, Абрикосов получил вместе с Гейсбургом Нобелевскую премию, значит, вот, тоже лет 10 назад, по-моему, я точно не помню, в 2003, да, по-моему, одиннадцать лет назад уже было. Я думаю, что это правильно было решение Нобелевского комитета, потому что, конечно, вот эта вот двойка Гейсбург и Абрикосов, конечно, этого заслуживали. Ну, Гейсбург уже умер, а Абрикосов продолжает работать, он работает, я так сказать, как все работают в Штатах, ну, далеко не все, ну, Зелошинский, например, тоже работает в Штатах, Горьков тоже работает в Штатах, это, как раз, люди, которые, вообще говоря, теоретической физики и прямое отношение имели, это наши ведущие теоретики были. Ну, все вы практически уехали в Штатах или в Европу. Абрикосов работает до сих пор, причем, надо сказать, хотя он, например, сколурат, академик российский, там, и так далее, но, еще он, он работает сам. Вот, в отличие от многих академиков, на которых работает целый, у нас в России, да, целый институт, лаборатория, большая и так далее, отделы, он работает сам. У него появляется нормальная работа, где он сам считает что-то, и так далее, и так далее. Вообще, приятно видеть вот такие работы. Они не так часто у Абрикосова появляются, но, тем не менее. вот эта тройка, Бхш, Бардин, Купер, Шрифер, Бардин, Купер, Шрифер, Бардин, это вот как бы руководитель двух, между прочим, в те годы у Бардина был еще один аспирант, ученик, это Пайнс, но вот Пайнсу не повезло, Бардин ему дал немножко другую тему, это вот тема ферми-жидкости, ферми-пантовой жидкости, хотя тема близкая, но тем не менее Пайнс до сих пор тоже работает, до сих пор выходит тоже на Нобелевскую премию, но никак у него не получается, ну не повезло, а вот Куперу и Шриферу повезло. Шриферу, вот я сейчас еще покажу, вот это вот фото Шрифера, видите, там было фото 1972 года, это фото 1998 года, это я сам лично, сделал, вот после доклада конференция в Париже, в Сорбонне, в одном из факультетов, огромная аудитория, и вот он снизу поднимается, дождался, когда он поднялся, попросил его попозировать, в том, и так улыбнулся и пропозировал. Уже старый, конечно, тоже до сих пор работает, хотя судьба у него очень интересная, вот несмотря на то, что он Нобелевский лауреат, ему пришлось отсидеть, по-моему, года два, года два отсидеть за ДТП. То есть, вот обычная ситуация, ДТП. Вы можете представить, как у нас, что у нас ДТП бывает, каждый день какие-то сообщения, кто полицейский там кого-то сбил, какой-то олигарх или полуолигарх, или там девочка, дочка олигарха и так далее, и так далее. Что с ними, какие бывают проблемы. А это вот Нобелевский лауреат, который за ДТП отсидел два года. Идем дальше. Ну, наконец, с металлической эрой мы закончим. Вот, надо сказать, что видите, вот венцом творения в металлической как бы период явилась система Ниоби-3 Германии, которая в пленочном состоянии давала 23,3 кельмена. Вот это был предел. До 86-го года это была предельно высокая температура сверхпроводящего перехода. Ведь, понимаете, в чем связана проблема высокотемпературной сверхпроводимости? Ну, сегодня мы низкотемпературную, вот эту старую как бы сверхпроводимость называем еще гелиевой сверхпроводимостью. Почему? А потому что, для того, чтобы наблюдать это явление, исследовать, нужны гелиевые температуры. Вот. Но сегодня мы уже говорим об азотных сверхпроводниках. Это сверхпроводники, у которых температура сверхпроводящего перехода выше температуры жидкого азота. Это 78 кельвина. Вот. Такие сверхпроводники мы называем азотные. Ну и, конечно, мы пока такие сверхпроводники мы уже имеем. А, конечно, мы пока мечтаем о комнатных сверхпроводниках. То есть, сверхпроводниках, которые бы сверхпроводили при комнате. 300 кеплена ну таких пока нет хотя какие-то отдельные иногда появляются заявления который правда тут же опровергается якобы открытие комнатной света проводились так вот видите вот восемьдесят шестом году был скачок совершен вот и этот скачок был связан интересного не с металлическими системами типа металла или сплава не обе три германии металлический сплав а скорее с диэлектриками то есть система типа оксидов этот очень важно между прочим сегодня мы так и говорим не металлической скажем сверхпроводить погреб оксидная скажем сверхпроводимость имея ввиду сверхпроводимость например купрато то есть окислов оксидов медных оксидов хотя на самом деле некие обнаружение следов сверхпроводимости вот в системах типа оксидов они давно и даже в литературе уже появлялись вот здесь некоторые приведены металлами 73 год система типа литий титан литий титановый оксид более того в семьдесят пятом году есть такой знаменитый химик слайд слайд он синтезировал систему вот она здесь видите барий висмут барий барий свинец висмут о-3 с температурой 13 кельвина всего лишь так но сегодня эту систему слайд ее немножко недо исследовал сегодня эту систему мы считаем как раз высокой температурным сверхпроводником в этой системе сегодня температура сверхпроводящего перехода доведена уже до 35 кельвина и вообще говоря если бы слайд посидел бы над этой системы еще немножко да он бы получил нобелевскую премию раньше чем бедность и нуля ну и наконец переходим к 86 году к открытию бедна целью милдера вот 17 апреля 86 году редакцию журнала цель шрифер фьюзи поступило сообщение беда целью о возможной высокой температуры сверхпроводником системе барий лондон по промо вот интересно что здесь мюдер все-таки я считаю это первая скрипка вот в этой работе вообще великий физик хотя нобелевскую премию они твоего получили осторожнее конечно как все я думаю немцы хотя он в это время работал в швейцарии я не знаю кем он себя считает ну так судя по всему то скорее немец конечно уже так александр мюллер осторожнее конечно человек и видите написано возможности проводимся то есть они не наблюдали не наблюдали обращение сопротивление в ноль они просто наблюдали эффект резкого понижения сопротивления резкого уменьшения сопротивления поэтому заявили о возможном обнаружении сверхпроводимости вот и это резкое понижение сопротивление имело место при температуре 35 кельтвина Это очень большая по масштабу металлической сверхпроводимости. Но вот эти результаты были в том же году подтверждены, во-первых, раз, это очень важно, но и существенно продвинуты. В этом же году были синтезированы системы, близкие очень, это система, где вместо бария стронций. И вот система И3-барий-2-купром-3О6-плюс-Х, знаменитая система, с температурой сверхпроводящего перехода выше температуры жидкого азота. И вот этот сверхпроводник уже смело можем назвать азотным сверхпроводником. И вот именно образцы И3-барий-купром-О часто как раз в школьных опытах и показывают. Вот эти вот соединения, видите, написано 2-1-4, система ингрессивная, но эта система Лантан-Стронций-купром-О4 получила название 2-1-4, а система И3-барий-2-купром-3О6-плюс-Х получила название 1-2-3. Ее так и называют. 1-2-3, 1-2-3, или ее еще называют И-баку, И-баку по-русски, или по-английски обычно говорят ИПКО, ИПКО называют. Ну что-то у вас стандартное сегодня название, это не какие-то ошибки там. В настоящее время они синтезируют десятки уже систем, типа купаратных сверхпроводников, с температурой, максимальной температурой перехода до 150 Кельвина. Ну вот, а вот здесь, кстати, это тоже моя фотография личная, видите, сам снял. Карла Александра Мюллера, это Пекин, 97-й год. Это у вас здесь китайцы, когда был писатель программного комитета конференции по сверхпроведимости в Китае. Вот он, 97-й год, он уже тогда был стареньким. Я его последний раз видел лет 5 назад, снова старенький, Карл Мюллера. Но удивительно, он до сих пор, вообще-то говоря, в своих докладах продвигает свой механизм высокотемпературной сверхпроводимости, с которого он и стартовал, открывая как бы это явление. Дело в том, что вот знаете, иногда случайно мы открываем, в смысле физики, то или иное явление, случайно. Вот, иногда целенаправленно. Вот, высокотемпература сверхпроводилась, а была открыта Бенгельцем и Мюллером, не случайно целенаправленно. Мюллер считал, что купраты с ионом двухполентной меди, эти ионы мы в физике называем янтеллерскими ионами, вот, и вот благодаря этому эффекту Яна Тейлера, Мюллер считал, что именно в этих соединениях может быть новый совершенно резон, новый механизм сверхпроводимости с высокими температурами в переходах. Ну, забегаем уже как бы немножко вперед, но можно сказать, что, да, это ошибочная была точка зрения, но тем не менее идея была, вот, а не просто случайно, там он какие-то там соединения, значит, смотрел и мерял. Правда, та система, в которой они в 86-м году обнаружили температуру сверхпроводимость, это вот система Лантан-Барри-Купру-Мо, это система, которую, в общем, физики и химики, прежде всего даже, не физики, а химики, держали в руках, не только держали в руках, исследовали. Но проблема, знаете, в чем? Разница у физиков и химиков. Химики широко используют физические методы исследования, но вот до 86-го года, я бы сказал так, они дошли до азота, химики. Гелий практически не использовали. Ну, это, в общем-то, понятно. Во-первых, гелий не везде есть, а уж тем более в химических лабораториях. Ну, а во-вторых, видите, все-таки химики, когда они синтезируют новый материал, их интересуют самые-таки простые свойства. Ну, например, металл, не металл, прозрачный, не прозрачный и так далее. И они вот этими ограничиваются. И если бы химики, которые держали в руках вот эти материалы, причем за десятки лет до Мюллера, если бы они померили, дошли до жидкого гелия, то есть низкотемпературное сопротивление померили, я думаю, что они бы обратили на это внимание. Ну, не обратили. И поэтому многие кусали локти химики и говорили, так я же вот это сам, включая, кстати, наш университет, нашу химика. Ну, вот что делать? Видите как? Интересно, что с тех пор, с 86-го года, химики стали аккуратнее относиться к вновь синтезированным материалам. Они стараются исследовать максимально широко. Ну, как-то вот копилируясь с физиками уже так. Знаете, как в Штатах ищут лекарства против рака. Любой новый материал они рассматривают как лекарства против рака. А вдруг повезет? Ну, в этом что-то есть на самом-то деле. Что-то есть. Итак, идем дальше. Ну, вот рекорд. Это температура в нормальном условии 135 кель. На сегодня под давлением это 165 кель. Это вот ртутно-медный оксид, который, между прочим, синтезирован химиками нашими. Причем, видите, путилина антипов с химфакой МГУ. Ну, и здесь пробегусь немножко вот по другим, ну, более-менее свежим тоже открытиям. Вот, между прочим, материал Магний Бор-2. В нем нет ни меди, ни железа, ни железа, буду говорить. Вот. Диборид Магния. В нем странная температура оказалась рекордной. 39 кель, но очень небольшая. Вот это соединение сегодня считается рекордсменом, рекордсменом, БКшовским рекордсменом. То есть, сегодня считается, что механизм БКша максимум может дать температуру сверхпроводящего перехода вот 39, ну, 40, 39-40. Раньше были оценки у многих 30-35. Я помню такие оценки. Ну, вот Магний, открытие Магний Бор-2, это тоже известные его химики, да и не только химики, физики держали в руках. Значит, отодвинуло немножко, этот предел, сегодня это считается максимальный предел для БКшовского механизма сверхпроводимости. Ну, и вот в 2008 году, совсем недавно, 5-6 лет назад, вот уже на вашей памяти, еще произошло замечательное открытие нового класса сверхпроводящих высокотемпературных сверхпроводников на основе железа. Их так и называют те, выше, медные сверхпроводники, а это железные сверхпроводники. Здесь тоже оксиды, но более сложные, видите, вот это, так называют, пниктиды, ну и это, позже были еще халькогениды железа, синтезированы тоже сверхпроводники. Их сегодня много, здесь групп сверхпроводников, группа этих сверхпроводников насчитывает сегодня сотни и все соединения, сотни буквально. Причем с названием там, видите, было как, раз, два, три, один, два, три, два, один, четыре. Ну, разве что вот в купратном еще, в купратной физике есть еще два, два, один, два, вот. Ну, правда, есть соединение, так называемое телефонное соединение, 41, 14, 42. Ну, как номер телефона. Как физики называли, телефонное соединение. В них тоже была обнаружена сверхпроводница, а тут тоже соединение меди. Хороший такой номер, сорок один четыре сорок два я я бы даже так подумал что он так будет номер телефона счет если синтезировать можем тоже что-то получится будет подумайте ну а тут уже идет все дальше есть одели типа 1 1 2 3 5 и так далее тогда физик старается как как-то систематизировать эти системы но здесь пистолическая структура материала вот здесь такие тетраэдры тетраэдры нанизанные на ион железо железо и 4 вот эти самые книг и негтида так 4 скажем ущека вокруг и вот эти железо мышьяковые в данном случае тетраэдры они формируют такие плоскости и вообще на сегодня считается что двумерия или точнее сказать квази двумерия является таким неотъемлемым атрибутом высокотемпературной сверхпроводимости ну вот вернемся к упратам вот здесь структура упратов она проще чем у этих пеннектидов то есть у железных сверхпроводников это рабочими плоскостями является здесь плоскости которые составлены из меди кислорода так называемый купромо-2 плоскости купомо-2 плоскости вот здесь и видно черная медь в центре и вокруг 4 кислорода ну а дальше все это распространить эти плоскости причем эти плоскости внутри плоскости они довольно сильно связаны так а вот между плоскостями расстояние первых большого и и эти плоскости между собой связано относительно слабо мы имеем дело с квазидвумерием вот оказалось это важный важное свойство высокотемпературных сверхпроводников именно двумерия ну вот об этом сказал ну и вот я почему же завершаю свое выступление вот интересность температурное зависимое сопротивление тех самых по про то с которых все и начиналось удивительно на самом деле картина вот я думаю что в школе вот эти графики можно показывать вы берете лантан 2 купромо-4 деле ли вообще вот где литрик это что такое смысле сопротивлением у него сопротивляющий большой девушке диэлектрик да но она очень большое ясно что при очень низких температурах но грубо говоря при низкой температурах при поддержке температуры сопротивление бесконечность уходить но когда мы температуру повышаем сопротивление падать за счет чего но за счет того что там у вас на как бы носитель активируется температурой, термоактивация происходит, появляются носители, ну и значит сопротивление падает. Вот это типичная зависимость падения сопротивления с повышением температуры, ну или наоборот рост сопротивления с понижением отличает диэлектрику от металла. У металла что происходит? У металла все наоборот, с понижением температуры сопротивление падает, ну сверхпроводилось металлическое, падает, падает ну в некоторых случаях до нуля. А теперь смотрите в эти соединения. Вы берете всего 1% в тронцы вводите. 1%. А что происходит? При высоких температурах у вас примерно 200 до 400 кельвинов. То есть это в районе комнаты, чуть ниже, чуть выше. У вас металлический характер уже поведения. Но при низкой температурах, диэлектрический. То есть система показывает такой металлодиэлектрический дуализм, как говорят. То есть и те, и другие свойства. Как систему назвать? Металл или диэлектрический? Трудно. Ну, начинаем увеличить концентрацию стронция. Что происходит у вас? Вот смотрите там. 3% все то же самое. Можете быть чуть обратно. 3% то же самое. А потом где-то примерно 5% у вас что происходит? При высоких температурах металлическое поведение, а при низкой температуре бах в ноль. Сверхпроводимость. Если смотреть вот низкотемпературную часть, то впечатление такое, что на самом деле сверхпроводящее состояние появляется из диэлектрического состояния. Действительно, вот если вы отсюда смотрите, да, вот понижает, вернее, концентрацию увеличиваете, увеличиваете, увеличиваете. И, бах, у вас поведение было диэлектрическим. Потом раз, примерно, при 5-6% стронция, бах, сверхпроводимость возникает. Удивительная совершенно картинка. Но при высоких концентрациях вот 10-20% вот в правой части. Ну, там вроде бы как бы поведение такое, чисто металлическое поведение в этой системе. Это вот работы, я специально здесь написал, Андо и Лавров Саша. Подчеркиваю тем самым, что, видите, за 90-е годы так много народу убежало на запад нашего брата, Амидуфизика. Вот, Саша Лавров, он убежал, тоже в Японии работал долгие годы. И многие вот эти экспериментальные результаты, выдающиеся, что нельзя, получены Саше как раз из Новосибирска. Сейчас он, правда, вернулся. Вот. Ну и, наконец, типичные фазовые диаграммы. Вот, что такое фазовые диаграммы? Ну, на этой фазовой диаграмме мы видим, какие фазы, какие состояния при различных температурах и, скажем, концентрации, ну, для системы типа Ландан, Стронцико, Промо-4, а это типичная фазовая диаграмма, значит, реализуется. Вот я хочу вокруг этой фазовой диаграммы несколько разных слов сказать. Вот над этой фазовой диаграммой народ бьется уже, ну, практически эту фазовую диаграмму мы знаем уже лет 20. Ну, всего-то 27 лет прошло, или 8, да, с открытия. Вот лет 20 уже эту фазовую диаграмму мы знаем и никак не можем понять эту фазовую диаграмму. Над этой фазовой диаграммой бьются, бились, ну, во-первых, все Добелевские луэты, почти все, ну, так или иначе имеющие отношения к твердому телу, к конденсированным средам и так далее. То есть я могу там перечислить, скажем, вот Нобелевский луриат, Андерсон, тот же Абрикосов, Гинсбург и так далее, и так далее. Их очень много. Вот. К сожалению, пока механизм сверхпроводимости, да не только сверхпроводимости, а механизм свойств, объясняющий свойства вот этих упратов, этих температурных сверхпроводников, а в прониктидах там еще хуже ситуация. Механизм пока не выяснен. То есть существует вот сэр Фрэнсис Невил Мот, выдающийся физик, вообще говоря, 20-го века, он сказал, что существует столько сценариев на среди температурных сверхпроводимости, сколько теоретиков. Ну, он близок был к кислене, хотя за последние годы число различных теоретических моделей, сценариев, конечно, уменьшилось, но, тем не менее, это порядка десятков все равно. Включая БКШ-механизм, то есть многие до сих пор считают, что можно объяснить высокотепературную сверхпроводимость в рамках БКШ-теории, теории Бардина-Купера-Шлиффера. Но это все-таки относительно малая часть нашего сообщества. Большая часть считает, что здесь все-таки такие, ну, по-английски это unconventional, то есть необычные какие-то, механизмы работают. Это может быть вклад, скажем, обменных взаимодействий, то есть магнитных, можно сказать, взаимодействий. Это может быть вклад каких-то окситонных механизмов и так далее. Вот до сих пор, повторяю, мы над этим бьемся. Я коротенько об этом скажу, более того, здесь вот некие слова из жаргона, сегодняшнего жаргона высотепературной сверхпроводимости я привел. Вот видите, внизу концентрация, стронция в данном случае. Надо обратить внимание, что лантан трехвалентный, а стронция двухвалентный. И здесь явление сверхпроводимости связано с неизовалентным замещением. Вот это тоже очень важный, может быть, принципиальный момент. Сверхпроводимость появляется при неизовалентном замещении. Что происходит здесь? Ну, во-первых, разные диапазоны концентрации мы сейчас разделяем. Видите, вот здесь написано ангдопт, оптималдопт, овдопт. Ну, понятно, что вот внизу, видите, ТЦ приведена, то, что балка сверхпроводимости, это называется объемная сверхпроводимость. Температура в лантан-стронции она максимальная 40 градусов всего лишь. Это не очень, так сказать, выдающийся сферопроводник. Но фазовая диаграмма, повторяю, похожая у них у всех. Так вот, оптимальное допирование это примерно 16%. Оно типично для всех купратов. И вот эту концентрацию 16, плюс-минус, там, скажем, 5 примерно процентов, мы называем область оптимального допирования. Ну, ниже концентрации мы говорим ангдопт, но если совсем ниже, скажем, 1-2 процента, мы говорим heavily underdoped. Ну, по-русски сильно недодопированные. Ну, по-русски нехорошо как-то говорить, но тем не менее, видите, вся наука-то сегодня стала в английской, поэтому проще сказать heavily underdoped. Ну, или overdoped. Вот, видите, 24, там, 20, это уже overdoped. Ну, если 30, это уже heavily overdoped, сильно передопированные составы. Там северопроводимость исчезает. Она появляется примерно при 5-6 процентах стронца, а исчезает примерно при 25 процентах. Ну, вот, что еще надо сказать? Это, конечно, то, что исходное соединение лантан-2, купрома-4, это антиферомагнетик. Антиферомагнетик. Причем, антиферомагнетизм пропагает резко. 2 процента стронца, все, следов антиферомагнетизма, такой дальнего порядка антиферомагнетика нет вообще. Ну, между прочим, сразу же в голову теоретиков, они же умные, такой пришел механизм, который до сих пор в голове у многих теоретиков есть, это магнитный механизм. Ну, смотрите, был антиферомагнетизм, он пропал, появилась сверхпроводимость. Ну, как бы, очевидно, надо связать, значит, механизм сверхпроводимости вот с этим антиферомагнетизмом. Правда, здесь палка двух концов. Можно сказать, что они избегают друг друга, так, вот, а можно сказать, что механизм сверхпроводимости это магнитный. Интересно, что большая часть сегодня считает, что именно антиферомагнетное взаимодействие, магниты, они лежат в основе все-таки сверхпроводимости. Хотя, эксперименты, особенно последних лет, четко показывают, что эти два явления, наоборот, избегают друг друга. Магнетизм и сверхпроводимость избегает друг друга. и вот, и моя тоже точка зрения. Дальше, что здесь видно еще? Вот, область, то, что мы сегодня называем псевдощей, судагэп, судагэп. О, сегодня понятие судагэп, знаете, как вы приходите в лабораторию в какую-нибудь, так говорите, судагэп, вот, видишь, свой человек пришел, вот, такой, знающий, судагэп, скажете, ну, или андердокт тоже пойдет, это говорит о том, что вы тут, теме, вот, в теме, ну, псевдоагэп, андердокт, в теме, в общем. Интересная очень температура, интересная область, интересный режим. Дело в том, что, что такое вообще щель, псевдощель. по Бардину Куперу Шриферу, два электрончика, которые объединяются в пару, да, вот, при этом появляется энергия связи, энергия связи. Для того, чтобы эту пару превратить в два обычных нормальных электрона, нужно разорвать эту связь. Вот энергия этой связи, это щель, грубо говоря. Энергия этой связи, это сверхпроводящая щель. Вот. Но в Купратах щель, как бы, появляется вот при низких температурах, это очевидно, связанно, скажем, вот со сверхпроводящей щель, но вдруг при высоких температурах обнаружили явления, похожие на образование тоже щели. Ну, правда, для многих, и для меня в том числе, на самом деле, ничего особенного нет, это так называемая дилектрическая щель, фактически, то есть щель, связанная с зарядным упорядочением. Но, тем не менее, вот, вокруг этой псевдо-щели крутится очень много теоретиков, экспериментаторов, крутится очень много сценариев, моделей этого псевдо-щелевого поведения. Я в том, что при переходе через вот это вот желтый такого цвета, ну, ладно, не буду говорить какого, там, как раз свойства у вас меняют. Скажем, у вас при температурах выше температуры вот этой Т со звездой у вас температура зависимости сопротивления квадратичной, Т квадрат, а ниже Т. Вот. То есть, у вас как раз меняется характерная температура зависимости сопротивления. Проблема выше, вот здесь написано strange metal, еще иногда переводят bad metal, странный металл или плохой металл. да, то есть, вроде бы металлические свойства показывает этот купрат в этой области, но тоже очень странные такие, не похожие на свойства типичных металлов. Поэтому мы говорим strange metal или bad metal. Ну и, наконец, справа, вот здесь вот, область, вот этот уголочек, это то, что похоже, вроде бы, во многих отношениях похоже на обычный металл. то есть, мы говорим ферме металл. Типа, ну, медь, там, скажем, алюминий и так далее. Вот, пожалуйста, бейтесь тоже с нами. Типичная диаграмма, может, других, вот, начинайте с нее. Работы много. Видите, 28 лет, все теоретики бьются и до сих пор ничего. Что делать? Ну, вот я коротко остановлюсь на нескольких сценариях сверхпроводимости. Видите, вот есть металлический сценарий, и электрический сценарий. В чем разница, как бы, так? Дело в том, что, вот, если сверхпроводник это металл, то металл, что такое металл? Это море электронов свободных. Самая простая модель металла. Море свободных электронов. Не взаимодействующих вообще. Имеющий в виду кинетическую энергию. Потенциальная энергия, грубо говоря, на константы, или ноль, нет, но все-таки там же атомы там всякие и так далее. То есть надо учесть то, что называют корреляцией. Взаимодействие между электронами, между электронами и ядрами и так далее. Потенциальную энергию. Так вот, в металлическом подходе считается, что потенциальная энергия, ее можно рассматривать как некое возмущение. А стартуем мы вот с такого с ферми жидкостного подхода, скажем так. Ну, даже с ферми газа. А потенциальную энергию рассматриваем как возмущение. Это вот металлический подход. Сюда в багажа входят всякие плазмоны, модель Хаббарда, спинная фруктуация и так далее. Есть другой вариант? Нет, люди говорят так, ну, поди, какой металл Купрат? Он же вообще диэлектрик исходный. Там все, все электроны в атомах сидят или в ионах. То есть там потенциальная энергия главенствует, главное. А кинетическая энергия, она связана с перетаскиванием электронов между атомами, с движением электрона по решетке. Ну, это слабый эффект, малый эффект в диэлектриках. Вот это диэлектрический подход, видите, он стартует с энергии корреляции, то есть с потенциальной энергии. А кинетическая энергия рассматривают как более слабый эффект. Тут разные тоже механизмы есть, и разные люди стоят за этими механизмами. Вот справа внизу, видите, биполиронный механизм. Мой тезка Александр Сергеевич Александров, он сейчас работает как бывший проректор МФТИ по науке, сейчас работает в Англии, вот это его механизм Александрова. Многие считают, что он сумасшедший, включая и нобелевских лауреатов, но нобелевские лауреаты разделились. Одни считают его сумасшедшим, а другие нобелевские лауреаты считают, что это как раз то самое, что надо. В частности, Мотт и Андерсон вдвоем получили одну нобелевскую премию. Мотт за, Андерсон против. И так далее. То есть, у этого явления температуры сверхпроводимости, история этой области, она очень интересна, иногда драматична вообще. Ну вот я разделяю как раз все-таки правый вот этот вот вариант. Вот здесь видите такой оп! Это вот моя точка зрения. Ну и спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Загравите вопросы? Конечно, конечно. Любые, куда, наработайте, после мы позанимались сверхпроводимостью. А вот там Латан, Скронц и Купрумо, там в зависимости от X какие-то структурные переходы происходят? Ну, конечно, я видите, я рассказывал не так много. На самом деле, вот на этой фазовой, вот Дима, можно ли фазовый играть? Вот этот фазовый играть. Вот видите, вот это вот цвета, этот цвет еще называет цвет, я уже скажу, цвет детской неожиданности еще его называют. Вот как раз по этой полосе идет еще линия структурного фазового перехода. Дело в том, что, ну, видите, как вот здесь у вас накладывается огромное количество явлений и начинаешь вспоминать, знаете, есть такое, ну, как это называть, басни, что ли, да, когда три мудреца-слепца подходят к слону, да, один за хобот, другой там и за другую часть тела берется, один говорит, что это телеграфный столб, вот, другой говорит, что это канат, там, и так далее. Вот здесь очень похожие ситуации. Вот одни, вот за это взялись, что тут одни ферамонтизм, тесно связан со сверхопроводимостью, очень магнитный механизм сверхопроводимостью. Другие говорят, о, так здесь же проходит еще область структурно-фазового перехода, выше тетрагональная, ниже арамбическая фаза, только это связано с решеткой, а значит, скорее, это литон-фанонный механизм, то есть, типа БКШ, вот, или есть еще решеточные варианты, это типа Янтеллера, скажем так, вот, есть варианты решеточные, но не БКШ-овские, как бы, варианты сверхопроводимости. Да, причем, интересно вот, что в большинстве случаев авторы статей, они, знаете, как, как это делают многие, прежде всего, экспериментаторы, реже теоретики, вот, экспериментаторы, они всегда говорят правду, и только правду, но не всю. В чем это заключается? Вот, экспериментатор нарисовал эту фазовую диаграмму, но не сказал, что вот здесь вот, он обнаружил структурный фазовый переход и нарисовал просто. Вот теоретик получил этот график, вот, на котором нет структурного фазового перехода, но он не знает, значит, об этом. Значит, для него сразу несколько сценариев возможных выпали, это очень важно. Повторяю, на большинстве, вот, вы эту фазовую диаграмму можете увидеть во многих статьях, в большинстве случаев вот, ни слова нет, о структурном фазовом переходе. Почему? Потому что этот сценарий не очень популярен, вот, и ясно, что это, как, знаете, как, такая вот, в глаз попадает, соринка такая, да, которая так мешает. Зачем она нужна-то, вообще, мне? Я про нее забываю, вот, как многие делают. Все, поэтому, об этом, значит, вы не всегда увидите. Хотя, на самом-то деле, это просто означает, что все сложнее, значительно. Вот, все значительно сложнее. Правда, надо сказать так, что вот эта вот псевдогеп, вот эта вот линия, разделяющая, как бы, высокотемпературную фазу и низкотемпературно-псевдощелевую фазу, она называет, как-то связана с зарядовым предотвечением, но зарядовым предотвечением связана обязательно со структурными какими-то эффектами, безусловно. Вот, так что тут, ну, я уж не говорю о супер-всяких аномальных эффектах, которые здесь обнаружены. То есть, здесь вот область, где точно не ферми-жидкостное поведение, да, но, тем не менее, эта область показывает эффекты, типичные для ферми-жидкости, ну, например, эффекты, связанные с, так называемыми, квантовыми осцилляциями, вот, которые типичны для хороших металлов, таких ферми-металла. Вот, ну, и так далее, и так далее. Еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, давайте поблагодарим вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.